16 декабря в 30-й школе Новомихайловского городского поселения прошел экологический марафон. Его организаторы – проектный экоотряд Всероссийского детского центра «Орленок». Ребята провели для школьников игры и конкурсы. Рассказали интересные факты об окружающей среде. Подробности смотрите далее. Первый тур – сделать свой выбор. Какие коммунальные отходы подлежат переработке и сколько лет разлагается пластик? Ответы на эти вопросы ученики 30-й школы поселка Новомихайловска узнают в рамках Орлясского экологического марафона. В игровой форме юные организаторы акции рассказывают школьникам, как правильно сортировать бытовые отходы и о специальных знаках на упаковках. Сегодня в школе мы решили провести такую акцию, такие конкурсы, такие станции, которые помогут детям узнать об экологии, как сделать лучше наш мир и как ей помочь этому миру нашему. Для этого мы создали много разных игр, что помогут задуматься ребенку о нашем окружающем мире. Одно из заданий – определить отходы по категориям. Виктория Клименко участвует в экологических акциях регулярно, поэтому знает, какой мусор подлежит переработке, а какой будет разлагаться тысячелетиями. Совсем недавно Вика ходила в поход. Заметила, что в лесу убирают за собой не все. У нас леса не очень чистые, особенно после того, как мы ходили в поход, и было очень много мест, где грязи и всякого мусора, консервы вываляются. Но я думаю, нужно где-то раз в неделю собирать дробовольцы, ходить по лесам, собирать мусор. Экологический марафон продолжится до конца смены. В подарок новомихайловские школьники получают грамоту за активное участие и памятные подарки. Теперь ребята знают больше об окружающей среде и о том, как оставить свой чистый след на планете. Анастасия Быч, Алексей Исаев, Аркадий Коваленко, телеканал Орленок ТВ.